Метры просят субсидий. Метры просят субсидию Минстрой и предложат Минфину подогреть ипотечный рынок госсредствами газета «Коммерсант» номер 13 от 25 января 2019 года, СТР. Два ведомства готовятся к обсуждению механизмов поддержки ипотечного кредитования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Опасаясь, что после роста ставок ЦБ спрос на ипотеку может упасть, Минстрой и регионы предлагают ее субсидировать. Параметры предложений будут обсуждаться на сегодняшнем совещании в Минфине. Однако, по данным «Твердый знак», Минфин не готов к фронтальному субсидированию всего сектора и может принять к рассмотрению только прозрачные рыночные инструменты поддержки ипотечного рынка. Еще одним инструментом может стать амнистия уже начатых строек, не подпадающих под критерии проектного финансирования. По оценке дом.рф, они составляют до 30% реализуемых проектов. Сегодня Минстрой будет обсуждать с Минфином вопрос субсидирования ипотеки в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщил вчера глава Минстроя Владимир Якушев на заседании его проектного комитета, предложение вернуться к такой мере поступило от регионов в рамках подготовки к февральскому заседанию президиума госовета. Вопрос, по признанию министра, остается дискуссионным пока фиксируется уверенный рост ипотеки, и все говорят о том, что нельзя вкладывать туда бюджетные деньги. Впрочем, аргументы есть и у сторонников господдержки после решений Банка России о повышении ключевой ставки, опасается господин Якушев. Возможно и резко снижение спроса на ипотечные кредиты. По данным ЦБ на 1 декабря, средневзвешенная ставка составила 9,54%. После повышения регулятором 14 декабря ключевой ставки до 7,75% ряд банков также повысил ставки по ипотеке, некоторые кредитные организации сообщили о намерении их сохранить, но средний показатель все равно вырастет. Кроме того, участники рынка не исключают и возможности дальнейшего повышения ставки ЦБ и как следствие, ставок по ипотечным кредитам. В пресс-службе Минфина сообщили твердый знак, что сейчас действует программа субсидирования ипотеки для отдельных категорий граждан, предложений по расширению перечня пока не поступало. По данным источника твердый знак, знакомого с позицией Минфина, у главы ведомства Антона Силуанова сегодня действительно намечено совещание по ипотечной тематике. Однако идея банального субсидирования процентной ставки вряд ли получит на нем поддержку, потому что возникают резонные вопросы кому и почему государство должно ее предоставлять. Если же будут предложены прозрачные рыночные инструменты поддержки ипотечного кредитования, они будут рассмотрены, говорит собеседник твердый знак, как ипотечный рынок прошел пик выдач. Напомним, программа господдержки ипотеки в РФ уже действовала в 2015-2016 годах как антикризисная мера на нее была потрачена 20 миллиардов рублей и 16,5 миллиарда рублей соответственно. Однако ипотечные заемщики более чувствительны к общей экономической ситуации в стране. Рекорд 2014 года удалось побить только в 2017 году, когда ставки снизились. Показатели же 2015-2016 годов были ниже, несмотря на субсидирование сектора. Ипотека в нацпроекте играет важную роль и рост ввода жилья до 120 миллионов кВ. М в 2024 году должен быть обеспечен за счет многоквартирных домов, при этом более половины из них должно финансироваться именно за счет ипотечных займов. Однако, несмотря на продолжающийся ипотечный бум, ожидания в части ввода жилья не оправдались в 2018 году. По предварительной оценке, введено 75,3 миллиона кВ. М вместо заявленных 86 миллионов кВ. М. Минстрой предлагает привести нацпроект в соответствии с этим результатом. Поскольку министерство намерено сохранить цель нацпроектов 120 миллионов кВ в 2024 году, а исходная база будет ниже, в частности, и в 2019 году, скорее всего, также произойдет отставание от заявленных 88 миллионов кВ. М-эксперты ждут восстановления отрасли только с середины года, придется наращивать ввод жилья еще более ускоренными темпами. Почему же личный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки среди сложностей, которые сдерживают развитие отрасли, и чиновники, и эксперты уже называли переход от долевого строительства к проектному финансированию. Компании должны приспособиться, отметил вчера вице-премьер Виталий Мутко. По его мнению, к росту ввода жилья отрасль может вернуться в течение двух лет, когда рынок адаптируется. Пока, как сообщил вчера Владимир Якушев, по предварительной оценке дом.рф, примерно 30% проектов находятся в красной зоне по кредитоспособности, то есть могут не получить банковское финансирование после перехода на эскроу счета. В абсолютном выражении это около 14,5 миллиона кВ. М. Чтобы эти объемы не стали проблемными, по словам Виталия Мутко, уже строящиеся объекты могут вывести из-под новых требований постановления правительства о критериях перехода на них должно быть разработано в течение месяца. Евгения Крючкова, Олег Сапошков Читать далее